Пример Кати – это единичный случай подобной необразованности в сексуальной теме? Или все-таки это довольно распространено? Нам это стало интересно, и мы решили провести эксперимент в школе, для того, чтобы узнать, как много подростков уже занимаются сексом, и что вообще они об этом знают. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ А 20% уже вступили на этот путь. Но то, что поражает больше всего, это то, что большинство из них не общаются на эту тему с родителями. Вопросы, которые они задавали, больше похожи на вопросы десятилетних. Но и они радуют, потому что как раз у большинства вообще отсутствуют какие-либо вопросы на тему секса. То есть дети не интересуются. Они идут и пробуют все методом тыка. А это приводит к очень слчастливым последствиям. А по поводу тех вопросов, которые как раз дети задали, ну, тут сложно не улыбаться, хотя мне совсем не до смеха. Например, когда подросток 14 лет спрашивает, можно ли забеременеть от поцелуя. Ну, нормальной жизненной ситуации. Десятилетний ребенок знает, что для того, чтобы у девочки, у женщины появился ребенок в животе, должен быть прежде всего секс, дальше сперматозоид должен встретиться с яйцеклеткой. Следующий вопрос. Можно ли забеременеть, купаясь в бассейне? Нет. Нельзя забеременеть, купаясь в бассейне. Но если бы родители разговаривали со своими детьми и узнали, что в 16 лет они думают, что можно забеременеть, купаясь в бассейне, они бы обязательно провели разговор, поговорили с ребенком или отвели его к специалисту. Но есть и более-менее адекватные вопросы, и они меня радуют больше всего. Например, как сказать родителям, в частности маме, да, девочку интересует, 16 лет, о том, что у нее уже был половой контакт. Хочется рассказать маме, ну, можно рассказать. Я всегда рекомендую подросткам предупредить эмоцию родителей, то бишь предвосхитить, наперед забежать и сказать, слушай, я знаю, что ты будешь переживать, я знаю, что ты можешь даже рассердиться, но я прошу тебя взять себя в руки и не делать этого, потому что для меня это очень важно. По большому счету нет необходимости крайней идти и говорить родителям, что у вас уже есть секс, есть действительно необходимость идти к родителям и говорить, мне нужен специалист, мне нужен гинеколог, вот хороший вопрос. Вот тут девочка 12 лет переживает, можно ли маструбировать. Ну, если такой вопрос волнует ребенка, она будет бояться прикоснуться к себе, будет реально жить страхами. А если бы была возможность у ребенка с кем доверительно поговорить на эту тему, она бы знала, что совершенно безвредно маструбировать. А вообще эти опросы говорят о том, что мы совершенно не зря подняли эту тему, и ее просто необходимо разбирать. В студии более масштабно, чтобы понять, откуда вот эти психологические травмы берутся, от раннего секса, откуда берутся заболевания, возможности или невозможность родить у женщины, которая забеременела, будучи еще той же нимфеткой в 15-16 лет. Это глубокая тема и очень важная для родителей, особенно девочек. Редактор субтитров А.Семкин